Привет! Это Мария на Бали. В этом видео я расскажу немного про местную кухню, про еду на Бали. Когда мы прилетели сюда и впервые я попробовала местную пищу, мне она не понравилась. После 4 месяцев этот культурный шок стал отходить и я стала привыкать. Но есть люди, которым эта еда наоборот очень сильно нравится. На Бали основной рацион это рис, лапша, различные овощи вареные, печеные, курица, тофу, темпе, темпе это арахисовые блоки, которыми можно заменять хлеб. Одно из основных местных блюд, которые здесь делают, это насид чанпур. Это такой местный конструктор. Вам дают тарелку с рисом, а дальше вы выбираете все, что вы хотите. Обычно предлагаются овощи, виды курицы, много разных соусов. Также часто есть омлеты, яйца вареные, фашот и прочее. В общем, это такой конструктор, в который вы добавляете все, что хотите. Есть также рыба, морепродукты. На самом деле это очень хороший вариант питания здесь, потому что это недорого и вкусно, если вы любите карри. Я часто отказывалась, потому что я не люблю карри и не люблю острое. Одно из вещей, которое вам нужно запомнить. Если вы любите острую пищу, то вы говорите pedas. Это значит острое, чили. А если для вас принципиально, чтобы пища не была острой, как, например, для меня, вы говорите no pedas, tidak pedas. Тогда есть больше шансов, что вам дадут что-то не острое, но это не 100%. Также иногда предлагается свинина, говядина, но по причине разных религиозных слоев здесь кто-то не ест, не предлагает говядину, а кто-то свинину. Поэтому найти эти продукты чуть-чуть сложнее, но все равно возможно. Если вам не нравится локальная кухня, то есть варианты западной пищи, но это все дороже. Есть бургеры, есть пицца, есть спагетти. Есть шанс, что в вашей пицце будут кусочки костей или жилок. Так бывает. Но это не Италия. Из того, что сложно найти здесь. Молочная продукция, сыр. Как у нас сыра нет. Также нет здесь колбас, нет сосисок. В привычном для нас понимании. Нет наших северных фруктов, к которым мы привыкли. Например, черешни, абрикосы, яблоки. Но зато есть большой выбор тропических фруктов. Папайя, арбузы без семечек, манго, самое вкусное на свете. Ананасы. Очень много разных видов бананов. Молодые кокосы. Еще здесь есть экзотические фрукты вроде салака. Это змеиный фрукт, он выглядит как змеиное яйцо. А внутри что-то между яблоком, грушей. Есть дуриан, известен своим чудовищным запахом. Говорят, что он вкусный, но я не пробовала. Мне уже не хочется. Есть маракуйя. Есть авокадо. Покупать продукты можно как в локальных магазинчиках. Часто местные выделяют небольшое помещение, где они торгуют продуктами. Там обычно можно найти что-то недорого. Посмотреть, попробовать, поторговаться. Если вы часто будете там появляться, то есть шанс, что вам будут продавать это чуть-чуть дешевле. Также есть супермаркеты. Большие, на западный манер, Нермала, Пепитто. Но там, соответственно, цены могут быть выше. На этом все. Если есть вопросы по теме Бали, задавайте. Постараюсь ответить. Пока.